привет вас видео вопрос что такое национальная идея и национальная мечта национально так сказать слова ну нации или даже не на государство национальный день пока вы считаете я изложу свой вы знаете что я прагматик это почти скажу так в основе государства там нации национальные идеи национальной мечты как хотите называть же деньги только день исключительно это и украина россия белоруссия польша сша все-все-все только не только день за ней можно сделать любую революцию любой майдан без денег не сделаешь за идею я не выйти могут но кто же по телевизору показывает бесплатно разойдутся так что не сразу бить за идею не как а ты не да ну плюс охрана масловка тогда все деньги так что здесь принципиально мало того я много раз говорю любая страна не имеет значения россия украина белоруссия власть принадлежит деньгам есть грубо богатых людей давайте не будем называть олигарх вы не любите эти слова богат успешных людей они вот они действительно ставят президент не имеет значения порошенко путин лукашенко они ставят они ставят да любой президент любая власть для того чтобы удержаться чтобы не скинули диануковича скинули он должен те кто его привел богатеньких олигархов подкармливать красиво да вино можно их перетасовывать но подкармливать помогать подфинансировать тогда ты сапливался как только они тебя обиделись принимать там серьезно вот классика вот классика чистейшая почему я на ковича скинули потому что обиделись неправильно делили а почему на сегодняшний момент как бы путина перезбирать потому что правило поделить правило причем как вы понимаете ну со временем уже сложно понять него чиновник высокая равна деля тут есть двое гос чиновник может быть олигарх и обратный вариант олигарх может поставить свой министр разница это не меняется еще раз говорю фактически любая власть в украине в россии и беларуси тоже самое батька цели давайте называть богат успешными сша тоже самое абсолютно разница единственно что может немножко отличаться в германии там то та же самая ситуация власть принадлежит богатым но они не полез в министр подлечит украина никогда не полезно скажем так они будут всегда в тени да они поставят свой аккаунс для своих них они они как раз за фасадом у нас люди прутся что есть то есть разница но власть за деньгами и исключительно за деньгами ну и дальше смотрите какая цель нации цель государства больше денег тут можно по-разному относиться но вы всегда смотрите как вы оцениваете хорошо живет страна плохо вы хорошо живете плохо экономика хорошо хорошо падает плохо правильно девальвация рубля-доллара хорошо до падает так что в основе исключительно только деньги до политики потом начинает там национальный дух национальная память но это все чушь неужели вы правда думаете вы что серьезно думаете хотя один президент вот когда выступает и говорит там мы вдячны своим батькам что думаете он серьезно говорит он врет какие дячны заболеары или например наше поколение мы думаем про майбуте чушь бред неужели правда вы что серьезно думаете что когда министры это президент и говорят какие-то лозунги по кистке они говорят это по-настоящему они издеваются и шутят вы поймите как только камера выключается они такое говорят у вас ушки так попали вот они же вообще народ считает причем не имеет значения я еще раз говорю в любой стране в сша то же самое умоляю в украине и в россии они считают толпа им это красивый вопрос да еще смотрю основа что в основе любой на государства любой национальной мечты идеи это только не скажешь что главная цель работы президента чтобы он стал каждый день богачьи некрасиво сказать главная целься роз духа народного красиво звучит вот такая ситуация а вы как думаете что в основе любой наца государства любой национальный мечты идея это только деньги только деньги за деньги можно купить правых левых и рульса герова продать и кого-то здесь ничего не делается а все остальные вот эти вот лозунги политические это фасад болтовня чушь причем вы обратили внимание как часто олигархи олигархи президент и министры меняют сегодня не это фуалит завтра рука а деньги всегда мы с них